Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Миллионы людей смотрят матчи Доты, Старкрафт и так далее, а самый популярный блогер PewDiePie прославился как раз видеообзорами на игры. Сегодня человек, который играет на компьютере, уже стал тем самым сыном маминой подруги, которым все хотят быть, а его заработки равны годовым бюджетам вполне успешных средних бизнесов. В общем, игры это уже более чем серьезно, но есть несколько но. Этот рынок пока еще совсем дикий запад и, к сожалению или к счастью, не тот, где роботы бунтуют против людей, а тот, где не все очень хорошо с законом и выплатой полученных выигрышей. Немного порядка в этот увлекательный, но хаотичный мир собираются внести ребята из Лакбокс. Лакбокс – это платформа-комьюнити для геймеров, онлайн-казино и онлайн-тотализаторов. Тут можно делать ставки на киберспортивные матчи, играть в свое удовольствие с друзьями, а блокчейн, как всегда, поможет все сделать прозрачным и эффективным. Лакбокс – это онлайн-тотализатор здорового человека. Создатели придумали проект, который в первую очередь направлен на комьюнити геймеров и тех, кто интересуется киберспортом, а уже потом любителей ставок и пари. К тому же, одна из главных фишек Лакбокс – это законность и лицензированность. Лакбокс уделяет им очень много внимания, и даже один из этапов их выхода на рынок связан именно с этим аспектом. Это все вдобавок к безопасности экосистемы, созданной на блокчейне. Лакбокс – один из первых, кто предлагает максимально комплексный подход к онлайн-ставкам и собирается у себя на платформе объединить множество возможностей. Одна из самых интересных и важных – это возможность смотреть киберматчи в лайв-режиме. Это должно стать очень удобным инструментом для тех, кто хочет держать руку на пульсе происходящего и не переключаться среди миллионов вкладок. К тому же, ставку можно сделать в онлайн-режиме. Как комьюнити, Лакбокс больше внимания уделяет общению. В окне лайв-матчей есть специальный чат, в котором смогут общаться участники процесса и заинтересованные в нем. Очень интересно, будет ли он модерироваться. Ну и само собой, платформа позволяет делать ставки на топовые игры, а заодно выбирать валюту для их выплаты. Лакбокс – одна из немногих платформ подобного типа, которая принимает деньги почти в любом виде. Но об этом мы расскажем чуть позже. Ну и куда же без печенек? Специальные токены будут в наличии. Все это великолепие могли бы перечеркнуть типичные для тотализаторов кидалы, но именно с ними Лакбокс собирается справиться на старте. Мир онлайн и офлайн ставок не самый радужный, особенно если ты живешь не в Штатах или Европе. Африка, Азия, Южная Америка и, конечно же, постсовок – это не до конца регулируемые территории. Тут практически во всех случаях игроку сложно доказать и получить свой выигрыш, не говоря уже о том, что иногда игроки и сами грешат кидаловым. Часто решение спорных вопросов совсем не на высоте и лишиться бабла очень легко. Этот инсайт – один из центральных белокбокса, которые заинтересованы захватить рынок и сделать гэмблинг цивилизованным. Работая раньше с платформами онлайн-покера и другими подобными площадками, разработчики пришли к идее создания своего проекта. На это их натолкнул и рост рынка киберспорта – это почти 700 миллионов долларов без учета самих ставок в 2017 году, а к 2020 году он может вырасти почти до полутора миллиардов. Целая куча денег – хорошо, но без продуманной системы работы о ней не стоит даже и думать. Так что самое время разобраться, как функционирует локбокс, и покопаться в его внутренности. Локбокс четко намерен работать с криптовалютами и всем связанным с ними. Так что тут никто не выдумывает велосипед, а использует в качестве базы старый добрый блокчейн, работающий на Этериуме. К слову, разработчики не очень доверяют биткоину и видят его больше хайповым, чем полезным. Очень же им не нравится, что биток не поддерживает смарт-контракты. Как водится, все соответствует стандарту ERC-20, то есть стандарту Этериума, работающему со смарт-контрактами. Все эти механизмы локбокс сдабривает геймификацией. Тут используется механизм, похожий на набирание опыта, который получают геймеры при достижении ачивок в играх на Стиме или Google Play. Выглядит это так. У каждого игрока есть свой персональный локбокс, который автоматически пополняется с каждой ставкой. С самой ставки платформа забирает некий процент, но на поставленную сумму оно не влияет. То есть, поставив 20 токенов, вы поставили 20 токенов, а не 19,8 или 19,5. Чем чаще делается ставка, тем быстрее увеличивается персональный локбокс, пока, наконец, не превращается в некий приз. Чаще всего им будет токен А, который можно потом использовать на самой платформе. Использование токенов ускоряет получение приза. В общем, такой себе круговорот в природе. Давайте разберемся, какие вообще токены бывают и как работают на локбоксе. В локбоксе есть два вида токенов. Это токен А, он же Лак Кэш, и токен Б, более известный как Лак Профит. Токен А – это пользовательский токен. Его можно использовать для ставок. Он позволяет быстрее набить VIP ранг, влияющий на награду, и упрощает денежную коммуникацию между всеми участниками процесса. В общем, токен А – это стандартные деньги локбокса. Токен Б – это токен для инвесторов. Его можно выменять на токен А или получить прибыль пропорционально вложенному вкладу. Токены набирают не только ранг, но и призы, и награды. А выглядит это так. В локбоксе создали целую систему поощрений, в которой можно получить не только бабло, куда уж без него, но и нематериальные бонусы. Все поощрения соответствуют трем главным принципам – это весело, просто и честно. И главное для платформы должно повышать лояльность юзера. Че это такое, как оно выглядит? У пользователя есть его локбокс, который будет расти в зависимости от его рейтинга. Чем больше рейтинг, тем больше в прямом смысле этот самый локбокс. Открывящих юзер получает рандомно сгенерированную награду. Часто она имеет отношение к токенам и деньгам на платформе, как говорилось выше. Но будут и другие случаи. После открытия заработанного тяжким трудом локбокса, он автоматически уменьшится и снова будет расти с нуля. При базовой регистрации и начале использования платформы, локбокс будет закрыт до оплаты номинальных для развитых стран 5 долларов. Как уже говорилось, награда будет зависеть от размера самой коробки. Но рандомность иногда может и разочаровать. При 5 долларах инвестиций можно получить бонус в размере доллара. Но можно и 10. Все зависит от вашей персональной удачи. Еще важный момент – это токены. Локбокс не только поощряет их использование, но и позволяет открыть локбокс за 4 локкеша вместо 5 баксов. Такая себе специфическая экономия. Идея локбокса в том, чтобы не просто объединить криптотехнологии и наш любимый блокчейн. По сути, проект попытался взять все лучшее из уже существующих традиционных и криптототализаторов и создать некоего супермена в мире тотализаторов. Локбокс собирается предоставить возможность платить реальными деньгами, криптовалютой или внутриплатформенными токенами. Для удобства юзеров платформа будет доступна на разных типах устройств. В частности, можно будет скачать приложение в App Store. Все это умножается на инновационный подход к хранению персональных данных. Таких сливов, как у Фейсбука, быть не должно. В локбоксе очень парятся по поводу того, чтобы их юзеры были защищены. Одна из главных идей локбокса – это создание гейм-комьюнити на своей платформе. Та самая геймификация процесса оплаты. Фактическое экспо в виде некой награды. Это не единственная фишка. Других пользователей можно будет зафрендить, объединиться с ними в кланы, играть вместе и даже челленджиться. Бонусом обещают уникальное видео и интервью, связанные с киберспортом и поддержку всего движения. Ведь нельзя просто так создать скучную платформу для ставок, если ты не влюблен в киберспорт. Перед созданием Локбокс команда проекта работала с некоторыми топовыми киберспортсменами и советовалась с большими площадками, позволяющими делать ставки онлайн, вроде BadStar. К тому же, у части девелоперов есть опыт в этой сфере. И, по их словам, команда объединяет страсть к киберспорту и тонализаторам, а экспертные знания тима охватывают IT, игры, маркетинг, право и финансы. Чего бы ни придумали разработчики, оно ничего не стоит без продуманной стратегии. Давайте посмотрим, как же Локбокс собирается выходить на рынок. В этом году Локбокс собирается закончить торги на ICO, получить все необходимые разрешения для лицензирования деятельности в качестве онлайн-тотализатора и казино, после чего подписать множество договоров с софтвер и хардвер компаниями. Также в планы разработчиков входит увеличение и усиление команды, после чего начнется этап непосредственного создания всех запланированных функций, апок и прочего. Примерно в третьем квартале, то есть весной 2019 года, многие функции уже будут доступны для использования. У проекта большие амбиции, и команда хочет сделать все по-взрослому. В частности, CEO проекта Ларс Лайн дал немаленькое интервью для Forbes. Он рассказал, что раньше Локбокс имел несколько другой вид, и к его созданию подходили с разных углов. Фактически, вначале это была идея онлайн-казино, похоже, выросшая в более масштабный и амбициозный проект. После длительного изучения криптовалют и связанных технологий, возникла мысль реализовать платформу на базе блокчейн и этериум. Тут же создатель рассказал об их подходе к социальной ответственности, необычной черте для тотализаторов и казино. Почему-то ни Джой Казино, ни Азина Три Семерки никогда ни о чем подобном не говорили. Интересно, что CEO проекта уверен, что у криптовалют есть будущее, но не готов отвечать на вопрос про их будущее в долгосрочной перспективе. По его мнению, даже пять лет – это слишком длинный срок для того, чтобы что-либо предсказать в этой сфере. Впрочем, с ним сложно не согласиться. Будущие колебания битка или новые возможности, возникающие на блокчейне, практически не поддаются рациональному анализу. На этой ноте я буду заканчивать наш обзор и, как всегда, буду рада почитать в комментариях ваше мнение про сам проект. И заодно можете поделиться опытом участия в онлайн-тотализаторах. С вами была Миша. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok